Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Лычков, вы находитесь на канале Allo. Сегодня у нас обзор очень доступного смартфона, просто прям сладкого смартфона, компании Meizu. Но прежде чем начать этот обзор, хочу сделать небольшой анонс. Все вы знаете, что у нас на канале проходит много-много конкурсов. И недавно у нас вышел результат, финал конкурса Xiaomi Mi 8, в котором мы разогревали три смартфона. Для тех, кто хочет понять, кто выиграл в этом конкурсе, переходите по ссылке в описании к этому видео. Все результаты мы выкладываем в нашем телеграм-канале, чтобы у вас дальше не возникало вопросов, где их ждать. Они находятся в телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. Начинаем! В начале 2018 года компания Xiaomi заполонила все информационное пространство. Вышел смартфон Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. И на тот момент казалось, что конкурентов у этого смартфона нет. Это действительно так. До середины 2018 года, до лета этого года, лишь сама компания Xiaomi создавала сама себе конкурентов. И наконец-то, наконец-то, на этом рынке появился, ну не то чтобы аналог, но прямой конкурент. И к тому же от компании Meizu. Та компания, которая в свое время прям лоб в лоб конкурировала к Xiaomi. Сегодня мы смотрим на Meizu M8C. М8C его еще так называют. Сегодня вы поймете, что это за зверь такой. Погнали! Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И в этот раз Meizu тоже подогнала свой смартфон под современные стандарты дизайна. Если вы посмотрите вот так на его экран, то может даже со стороны вы не отличите его от смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Все тот же широкоформатный экран, белая окантовка, довольно маленькие рамки по бокам. И главное, здесь нет никаких кнопок. А мы все привыкли, что у смартфонов Meizu есть физическая клавиша, знаменитая физическая клавиша, но от нее отказались. И сразу же понимаешь, почему это бюджетный смартфон, потому что и клавиши нет, и сканера отпечатка пальцев на смартфоне тоже нет. Это продолжение бюджетной линейки смартфонов Meizu. M8C это преемственник предыдущей модели под маркой M. В этом случае у нас прокачался приличный экран. Разрешение здесь привычное, HD разрешение, но экран широкоформатный, и при этом здесь подтянули углы обзора, контрастность и даже максимальную яркость. Это видно невооруженным взглядом. Дальше я говорю вам про дизайн. Смартфон целиком и полностью сделан из поликарбоната. Сверху у нас, естественно, закругленное 2,5D стекло. И, конечно же, ожидать от этого смартфона каких-то изяществ в дизайне не стоит, потому что цена смартфона, внимание, варьируется от 110 до 120 баксов. Расположение всех элементов здесь стандартное. Здесь нет двойной камеры, здесь одинарный модуль камеры, здесь сверху у нас 3,5 миниджек. Справа у нас качелька регулировки громкости и включения смартфона, и также спаренный лоток для сим-карт. Снизу microUSB, что, в принципе, уже привычно, и также две решетки динамика и микрофона. В принципе, здесь стандартный бюджетный смартфон, но при этом выглядит он весьма привлекательно, по крайней мере, со стороны. Некоторые могут даже подумать, что это металлический корпус. Самое главное нововведение и отличие этого смартфона Meizu от предыдущих смартфонов заключается в том, что компания, наконец-то, начинает сбрасывать с себя оковы процессоров Mediatek. Все вы знаете, что большинство смартфонов компании Meizu выходили именно на Mediatek. Я даже знаю людей, которые реально думают, что Mediatek и Meizu – это одна и та же компания. 425-й Snapdragon, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти. Да, оперативки здесь действительно впритык, но процессор для этого бюджета прям самый, что ни на есть подходящий. Это абсолютно не игровое решение, но некоторые легенькие игры здесь работают на ура, потому что это Snapdragon. Еще одна интересная особенность смартфона. Я уже сказал, что здесь слот идет спаренный, то есть можно поставить либо же две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Так вот, этот смартфон поддерживает карты памяти вплоть до 128 гигабайт, но самое примечательное то, что вместо второй карточки памяти можно поставить вторую симку стандарта CDMA. То есть этот смартфон еще поддерживает CDMA, что, в принципе, для некоторых людей в рамках нашей страны может быть критически важно. Компания Meizu отказалась от физической кнопки M-Back, но все-таки попыталась ее реализовать в софтовом варианте. То есть здесь можете в настройках поставить либо же стандартное расположение нижних клавиш, как в обычном Android, клавиша Home, назад и многозадачность. Но я здесь выбрал стандартное решение Meizu, то есть одна клавиша виртуальная, которая распознает разные нажатия. Таким образом вы можете как бы имитировать софтово вот эту вот знаменитую клавишу компании Meizu. Смартфон работает на Android 7-го поколения, здесь стоит фирменная графическая оболочка Flyme 6-го поколения. Многие ее почему-то еще называют Flyme, но я ее привык называть Flyme. В общем, что можно сказать? Она работает достойно, однако вот 2 гигабайта оперативной памяти в некоторых сценариях использования все-таки сказывается. Бывают заметные притупливания, когда пытаешься, допустим, закрыть приложение камеры. Некритично, хотя чего ожидать от смартфона стоимостью чуть дороже 110 долларов. Разговорный динамик здесь работает очень неплохо, но вот мультимедийный динамик, как по мне, звучит слишком тихо, хотелось бы погромче. Мне кажется, это основная проблема этого смартфона, и сейчас мы переходим к самой интересной части. Это к камере. Ну, чего можно ожидать от камеры смартфона за такой бюджет? Естественно, смотришь на его ценник, на технические характеристики и думаешь, ну, камера просто есть, вот как бы для галочки, да и все. Кстати, ставьте лайк, если думаете точно так же. Но оказалось не так. Дело все в том, что алгоритмы Meizu, его мозги на многое способны. И когда фотографируешь, то понимаешь, что камера сама по себе, да, вот процессор, алгоритмы обработки снимка, могут сделать очень многое, но они чем-то ограничены. Они ограничены техническими характеристиками, и камера реально борется. Она борется за каждый кадр, и как будто бы кричит, дайте мне больше, дайте мне больше железа. Здесь есть даже HDR, который работает медленно, но он отрабатывает, он реально отрабатывает, и динамический диапазон на снимках получается прикольный. Даже ночью можно сделать хороший снимок, используя ручные настройки камеры. Вот так, я не знаю, как так получилось, но Meizu все-таки добилась определенного эффекта с точки зрения работы с камерой. И здесь вы лишь ограничены только железом, да и то из этого железа она выжимает просто по максимуму. Основная камера на 13 мегапикселей со светосилой 2.2, селфи-камера на 8 мегапикселей со светосилой 2.0. Ну, казалось бы, ну что здесь ожидать? Ну даже с этими параметрами она прям нормально фотографирует, и это удивительно. Аккумулятор этого смартфона на 3070 мАч. Ну, вроде бы как бы и не максимальный показатель, хотя если подумать, разрешение HD 425 Snapdragon, заниженное энергопотребление, соответственно, этого объема хватает на сутки работы. Прямо сутки, не там рабочие, а на сутки работы. И дальше вам приходится его заряжать, и в зависимости от того, какой блочок вы сюда подключите, у вас будет варьироваться показатель от 0 до 100, 2,5 часа, либо же 2 часа 15 минут. Все зависит, конечно же, от мощности вашего блока питания. Подводим итог. В общем, этот смартфон для людей, которые либо очень сильно ограничены в бюджете, либо просто люди, которые выбирают смартфон на подарок для мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестрички. С другой стороны, можно докинуть там баксов 50, а то и меньше, может чуть-чуть больше, и купить уже Redmi 5+, который будет по техническим характеристикам на порядок выше. Но в любом случае, это решение имеет право на существование. А вы в комментариях напишите, что вы думаете о новинке от компании Meizu. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забывайте посещать наш Telegram-аккаунт. Как я уже говорил, там есть результаты конкурсов, там новости, интересная информация из мира IT. С вами был Иван Лучков, канал Allo. Всем пока.